МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелюс. Тут и працуя Александр Гамоля. Глядите его к этому выпуску. Великая размова с президентом Александром Лукашенко завтра встретится с представниками громадской, белорусскими и замежными СМИ. Праца знойдется. С выше 7 тысяч человек плановится процелотковать в регионе за кошты открытия новых вытворчастей и предприемств. Сучастная тенденция и новые имены. У Гомеля прошел региональный отбор на республиканский фестиваль-конкурс «Млын моды-2019». А зараз об этом и иншим больше подробно. Завтра в столичном комплексе «Белэкспо» пройдет великая размова с президентом. Чекается, что в делу с встречи с керовником державы примут каля 200 журналистов, политологов, представников реального сектора экономики, громадских объединений и конфессий. Могчимость адресовать питания президенту предоставили кожному жахару Беларуси. Рассказать об хвалючих питаниях можно было прозонлайн-сервис на сайте Белта, а так само у аккаунтах информагентства в социальных сетках. Найбольше важные и актуальные поведомления будут огучены подчас встречи с керовником державы. Сегодняшние ожидания связаны, как правило, с двумя направлениями. Это декрет номер 7 о развитии предпринимательской деятельности. Он касается физических лиц, малого и среднего бизнеса. И основные ожидания связаны именно с реализацией этого декрета в регионах. В отдельных регионах, где в недостаточной степени развито крупное промышленное производство и где существуют реальные проблемы с занятостью населения. У нас на сегодняшний день заполонили дешевые магазины. Это беда не только нашего региона. То есть появились магазины, где цена идет по 2 рубля. Эта цена 2 рубля, 3 рубля. Поднимался этот вопрос уже на всех уровнях до Турчина. Мы практически им конкурентны. У нас нет покупателей. Гаснет предпринимательство. Это первое. Во-вторых, у нас сильно большой вопрос – это арендная плата. Среди дельников завтрашней Великой Размовы с президентом будут и руководителей широкого выдания в Гомельской области. У журналистов, которые хорошо ведут мягчимости друкованных и электронных средств массовой информации, так же есть об чем спросить руководителей Беларуси. Обращает его главный редактор городской газеты Гомельской ведомости Вольга Селезнева говорит, что ей будет интересно так же почувствовать думки запрошенных на встречу политологов, экономистов, представителей реального сектора экономики. Большой разговор с президентом – это событие яркое и знаковое для всех жителей нашей страны. Благодаря тому, что в нем примут в этом мероприятии, примут участие большое количество самых различных экспертов – это и политологи, и экономисты, и общественные и религиозные представители, а также журналисты зарубежных и отечественных СМИ, разговор будет носить очень конструктивный и полезный характер. Я уверена, что мы получим яркие и четкие ответы, причем очень развернутые, широкие от главы нашего государства на те вопросы и те темы, которые волнуют каждого жителя нашей страны. Белтель радиокомпания покажет великую размову с президентом в прямом эфире. Трансляция начнется завтра в 10.30 на Беларусь-1 и Беларусь-24. Вести ей будет первый национальный канал Беларусского радио. Компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня во всех районах Гомельской области прошли суместные приемы представников профсоюзных организаций и супрационников прокуратуры. Такая практика в регионе и Снуге уже другие годы за этот час доказала свою эффективность. Подробязность в наступном сюжете. Суместные приемы представников профсоюзных организаций и супрационников прокуратуры проходят один раз в месяц. У кожной опошней четвер. Звычайно на его отводится две годины. Але на справе он не завершится, поколь не примуть у сих жадающих. Забороненных питаньев так само нема. Основная тематика – працунное законодавство, але люди приходят и с просьбами расслумачить нюансы жильевого будовництва, да помахче у отриманні спадшинок, те принять меры допразмерно неспокойных сусідів. Бывает, что вопросы решаются сразу на приеме. Бывают вопросы, когда людям нужно объяснить, куда им обращаться для того, чтобы они их решили. А бывают ситуации, когда действительно нужно, чтобы человек пошел, написал письменное обращение, и тогда его вопрос будет решен. Место проведения суместных приемов постоянно изменяется, что дает махчимость отримать консультации больше великой колькости людей. Гандлевые организации, навучальные установы, промысловые предприемства. Одна з обовязковых умов – анонимность. При жадании свое прозвище можно не называть. Что тыджице эффективности такой формы работы с насильництвом, то и у профсоюзах, и у прокуратуры я ее оценивают однозначно. Хотя изначально немножко это отпугивало нас, как правовых инспекторов, потому что мы считали, что работники будут бояться задавать насущные вопросы в присутствии прокурора. Но, как оказалось, им тоже очень много поступает вопросов, и ряд вопросов они берут на контроль. Олег Сентюроу, Олеся Рудянкова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Отримать новые веды и сдолить выкористать их на практице. Чарговый семинар школы молодых керавников прайшел в Гомельском районе. На этот раз первым пунктом насыщенного маршруту стало предприемство «Гомель агрокомплект». Чем цикавилися молодые керавники? Сюжет Марыны Джалы. Виктор Крышалцов, шесть годов, працуя наместниками керавника предприемства «Искра Ветка». Кеноприватная изъявляется структурным подразделением «Гомель агрокомплекта». Коллектив больше 200 человек. Координовать их працу, чтобы она становилась еще больше эффективной, бывает непросто. Тому керавнисту важно вучиться новому, переймать добрый опыт, находить новых партнеров и однодумцев. Такие задачи для выражения не на словах, а на справе. Сустреча в межах проекта «Школа молодого керавника» это как раз керенится ведом, которые помогают развиваться и понимать, чем живет агропромисловый комплекс региона. Это очень непросто в европейничном комплексе организовать полностью всю работу, надо быть всесторонне развитым человеком, надо быть и агрономом, и животноводом, и механизатором, и психологом. Потому как на самом деле не так просто собрать всех людей в сельской местности, чтобы они работали именно на благо предприятия. Поэтому здесь можно присунуть и много, большое количество аспектов юридических, экономических, которые на самом деле тоже неотъемлемая часть работы в сельском хозяйстве. Гомельский район для сустреча школы молодого керавника показальный и интересный. Район делает кольца вокруг Гомеля. Это является приватным для агрария и развития бизнеса, сручным по инфраструктуре. На его территории о Мальдиве сотни населенных пунктов. В их живе приблизно 70 тысяч человек. Пятая частка годовой – удельные ваги выручки, отдельность агропромыслового комплекса. В районе працуют 10 сельгазпредприемств. Середняя зарплата у Голинеза минулый год склала безмалога 650 рублей. Самая высокая у работников стяга родимы – Амаль тысяча. Очень интересная программа. Приехали несколько районов Гомельской области. Сюда молодые руководители, которые, я думаю, посмотрят, изучат и потом затем будут применять в своей практике. У нас также в планах работы – это проведение видеоселекторных совещаний на уровне области. Но большая работа проводится и на районном уровне. Мы это отслеживаем, смотрим, встречаемся. У нас есть наставники, которые есть. Есть базовые хозяйства, к которым мы выезжаем. Головная увага не только в районе аллеи в области развитию живелого довли. У приватности – в творчестве молока. На 60% его объемы залежат от кормовой базы и догляду за живелами. До речи, с конца минулого года в господарках региона началось обновление машинно-тракторного парка. Новой техники будет Амаль 30%. Пришемуся за бюджетные сродки. Только треба бережливой по господарску корыстаться. Когда молодые руководители посещают заводы, фабрики, сельские, хозяйственные предприятия, они видят, какие условия создаются для работы на предприятии, что делается на предприятии для людей и перенимают богатый опыт. Для дальнейшей работы вот такие мероприятия позволят познакомиться поближе, узнать, что выпускает предприятие, завести какие-то деловые, скажем так, партнерские отношения. Школу молодого руководителя открыли лето-сю-весну. В мае будут подводить выники работы за год. Проанализуют, шагу отрымалось и досягнуть, какие возникали проблемы и какой будет дальнейшая тактика деяности. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Гомельский район. На реализацию мероприемства по соденечению занятости насельства селета у Гомельской области плануется накеровать 5 миллионов 600 тысяч рублей. Сродки продуглежено выдатковать на организацию навучания, повышение квалификации беспрацованных, а так само социальные гаранты, оплатные громадские работы и иншие меры. Об этом сегодня поведомил журналистам начальник управления занятости насельства Комитета по праце, занятости и социальной обороны Гомельского облвыконкама Игорь Михальков. Подадзенных на 1 лютого узровень беспрацовья склау 0,4% до колькости экономично-активного насельництва. Громадяне стали меньше свертаться у службу занятости, разом с тем повеличилась колькость вакансий от наймальников. Целек повышения конкурентоспособности на рынке труда, а также снижения дисбаланса и спроса и предложений на рабочую силу, в текущем году планируется направить на профессиональную подготовку, переботовку и повышение квалификации около 1300 безработных граждан по востребованной рынке труда профессии. При этом более 60% направленных на обучение будут направлены под конкретные заявки нанимателей. Завыше 7 тысяч человек планируется працеводковать за кошты открытия новых вытворчастей и предприемств. Часовая занятость будет пропонуваться студентам ВНУ и наученцам средних специальных установ в каникулярный период. Усягод допомогу працеводкования кажутся 23 тысячам джихаров Гомельской области. Поведомить про факты несвоечасовой выплаты за работные платы можно будет подчас промой телефонной линии комитета Державного контроля у Гомельской области. Она запланована на авторок 5-го соковика. Звернуться до специалистов Держконтроля можно будет с 11.01 до 12.30 по номеру телефона у Гомеля 23 83 93. Освод прямое решение об забороне выходу на лёд, а выратовальные службы уже урыхтуются до работы в умовых поводках. Одночасово у Гомельской области активизовалась профилактичная работа с насельницей по навучению поводинам, о экстремальных ситуациях. Як зарабить безпечным, а к чима самый пригожий час года? Сюжет Олега Синтерова. На пыльно самая пильная увага вартовальников сегодня притягнута до водоему. По коль головная небезпека тут тонкий лёд, на яким тым не менш. Еще хапает рыбаков, просто неколько дней от станок этих водоемов. Будет задержать поводковая ситуация? На кольки высоким окажется узровень воды? Кожную весну гэтое пытание хвалюе практически усіх. По якой причине люди рызакують житом, деля некаких килограммов рыбы, ведують только и не сами. При этом многие из рыбаков грыбують навод элементарными мерами безпеки. На кстат выкористания вартовальных комизелек. В Рогачевском районе выход на лёд, мясовый освод, забороню, ящене как идён тому. Але выконують гэтое потребование не усе. На пятницу у районе заплановали суместный рейд супрацовников освода, милиции и вартовальников. Чакается, что профилактичный эффект от такого супрацовництва будет больше значным. Выходят сотрудники нашего освода на лёд, на местах, где на более опасные места. Мы знаем, выезжаем туда, проводим рейды. Но в связи с тем, что порой нашей службы не хватает, у нас запланированы рейды совместно с РОЧС и с МВД. У гэтае дні профилактичное мероприемство в Огонской области проходит постоянно. Головная задача – научить людей дейничать у любой незвучайной ситуации, якая може возникнуть подчас таяние снегу и махчимые поводки. Энергонагряд, червоный крыш, газовая служба. По великим рахунку, свой уклад в безпеку сегодня могут укласти усе размещенные у районных службы. В настоящее время ситуация благоприятная, но, тем не менее, наши подразделения готовы к наихудшим вариантам. Мы выполним все наши задачи, которые возложены государством, не допустим нарушения жизнедеятельности населения. У якой ступени потребуется допомога подразделению Министерства по незвучайных ситуациях, станет ведомо наполовно уже на наступном тыдне. Поход же специалисты гидрометцентра ведут штуденный монитор ситуации на водоемах. Что-то из Сагомской области, то на разных реках и она достатково значительно отрознивается, на некоторых означается поступовый уздым воды, на инших – невеликий, а нестабильный спад. В настоящее время на реках отмечаются колебания уровня воды от минус 15 до плюс 12 сантиметра. Преобладает спад. Рост уровня воды отмечается лишь в нижнем течении Днепра и в нижнем течении Припяти. На некоторых участках Припяти, а также в некоторых ее притоках, реки очистятся от льда. Вода находится на пойме на Снущи у села Ленин. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомель пройшел региональный отбор на республиканский фестиваль конкурс «Самолин моды-2019». Дизайнеры из Гомельской области проставили 14 коллекций оденья. С творчостью модельеров и опасными тенденциями ознайомилась Ганна Коральчук. Асимметричный крой, свободные силуэты и яркий принт в региональном туре под названием «Увособление» принимают в отдел 14 модельеров. Это педагоги, представники сферы обслуговывания и мастаки-дизайнеры, которые прошли отбор на эскизном туре. Для полуфинала они увособили свои модели в жизни. Все. Кожный дизайнер подрихтовал от 5 до 10 образов с цикавым сполучением тканин и оригинальной коляровой гаммой. Коллекции поделили на три взрослые группы – дети, тинейджеры и дорослые. Меркучи по выниках минулых годов, Гомель, займая лидирующие позиции, переважно в детячей моде. Идея коллекции – это сказочные существа, эльфы или феи. Но мы добавили немножко креатива в ходе пашевого коллекции. И поэтому получилось и спортивно, и креативно, и волшебно. Легкая, нежная, воздушная, потому что это сказка, то есть это какие-то волшебные сны, то есть это дети маленькие, поэтому я думаю, что для их возраста это приемлемая коллекция. Все летний фестиваль проходит под девизом «Сардечно запрошаемую Беларусь, краину спорту и креативу». Тому дельникам рекомендовали заработать акцент на спортивную и фольклорную тематику. И саправды, эти стили переважаются в коллекциях на ровне с романтичными дзявочими образами. Многие дизайнеры штурмуют модный олимп не в первый раз. Например, Сергей Курохтин принимает дел фестиваля на протяжении 11-ти годов. Призовых местах в финале на его рахунку по Кульняма. Али молодого человека зауважили и запросили на стажировку у Дом моды Николя Морозова. Все лето Сергей Курохтин у першиню подрыхтовал мужчинскую коллекцию для подлетков. «Идеи у меня в этой коллекции много, начиная от фильмов. Там было два принта по мотивам фильмов, плюс уличная мода, смотрю, наблюдаю за нашей молодежью, плюс интернет, гугл в помощи. В общем, все подряд у меня смешалось в моей коллекции. Я сам велосипедист, я жжу в маске. Вот мне эта идея очень понравилась, я ее здесь воплотил». За 28 годов основания «Млын моды» стал творчей майстерней по обмене в опытам помеж молодыми и знакомитыми дизайнерами. Переможцы смогут показать свои коллекции в европейских школах моды, пройти стажировки и наладить профессийные сносины. К тому же, рэмкнется не обмяжевывать конкурсанту у фантазии и дать шанс кожному заявить про себя. «Важно то, чтобы это было что-то новое, новое для вот именно молодежной модной индустрии, модная в каких-то источниках инспирации. То есть это должна быть одежда абсолютно не такая, как носимая, которую мы уже видели, допустим, на улицах Гомеля, Бреста, Витебска и так далее. Хотелось бы увидеть вот такой какой-то креатив, который мы найдем потом завтра уже и внедрим в производство». После показов жюри обрала 12 коллекций оденей, которые 15 мая представят нашу в область в Минску. Кроме того, каждый дизайнер отримал консультации от экспертов подопрацовцы моделей перед республиканским финалом. Ганна Корольчук, Игорь Марышин, Котель, радиокомпания «Гомель». Завтра самого стыльного и мужного супрацовника Гомельской областной клиничной больницы вызначать в финале конкурсу «Мистер-2019». За это звание будут змогаться 10 супрацовников разных структурных подразделений. В новой якости перед коллегами поустанут работники отделения в реанимации и интенсивной терапии, хирургичного, травматолога, ортопедичного и других. Финалу попередничала трехтодневая подрыхтовка. В этот час помещу дежурствами и изменами конкурсанты наведывали занятки по дефиле и хореографии, удельничали у фотосессии для онлайн-голосования. Дальше, подтримать их можно до 13-го один первого соковика на сайте Центра моды и пригожостей «Хрустальная нимфа». Переможцы отримают титул «Мистер Глядацких симпатий». Жлобинский палац гульновых видов спорта в ГТД принимает команды Державного комитета судовых экспертиз. На три дни офицеры изменили службовую форму на спортивную, чтобы высветлить, кто из них лучше гуляет в волейбол. Командные споборницы по волейболе проходят в рамках что-то годовой спартакиады Державного комитета. По традиции, ее этапы проводятся во всех областях Беларуси. В огольной программе – шахматы, теннис, мини-футбол, легкоатлетичный кросс, стрельба стабильной зброи. Такая разностайность лымачится необходностью у сибаковой подрыхтовки офицеров. В физичной форме супрацовников комитета судовых экспертиз сегодня в оголе надается великая увага. Непосредственно в Гомельской области про час что-то дневных двухгодинных занятков витаются с поборницей в регионах помеж командами силовых ведомств. Это позволяет выявить лепших спортсменов, из которых формируются областные команды. Одночасово это еще и пропаганда здорового ладу життя. Как правило проводят в областных центрах соревнования, но все-таки в стране продолжается год Малой Родины. И поддерживать наши районные города тоже одна из целей и задач. Мы всемирно это поддерживаем. Тем более, что в Жлобине прекрасный спортивный комплекс. Здесь всем очень понравилось. Уже очень понравилась организация удобством и прекрасным залом. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Шла домой и едва не споткнулась о мину. В деревне Визавица Калинковического района пенсионерка заметила на проселочной дороге снаряд и сообщила в сельсовет. В земле виднелась лишь часть корпуса мины времен Великой Отечественной войны. Ржавая находка насторожила сельчанку, и она тут же обратилась за помощью к председателю Липовского сельсовета. И, как оказалось, не зря снаряд мог рвануть при механическом воздействии. На место обнаружения странного предмета прибыли сотрудники Калинковского УВД. Они обеспечили охрану место обнаружения предмета, похожего на снаряд. После чего вызвали саперно-перстническую группу в войсковой части 55-25. Специалисты изучили странную находку и извлекли из земли 82-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, после чего ее обезвредили на специальном полигоне. Устроили облаву на незаконные пункты скупки лома черных и цветных металлов. Милиционеры снова нанесли удар по бизнесу тех, кто занимается нелегальной заготовкой в Турсырья. Одну из таких криминальных точек накануне прикрыли сотрудники АБЭП. Совместно с экипажем ГАИ был остановлен КАМАЗ, а в нем обнаружено более 8 тонн черного металла. Дальше при осмотре прилегающей территории инспекторы нашли еще почти 7 тонн в Турсырья. Хозяин металла, 28-летний гомельчанин, уже неоднократно платил штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. А накануне правоохранители наведались в гости и к жителю деревни Уза Гомельского района. Оказалось, мужчина тоже организовал у себя на подворье незаконный пункт по скупке металла. В результате было обнаружено более 5 тонн лома черного металла и свыше 100 килограммов лома цветного металла. Впоследствии в отношении гражданина был составлен административный протокол по части 1.1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 0% алкоголя. Под таким названием сотрудники ГАИ сегодня провели акцию в рамках комплекса профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем». Инспекторы решили напомнить водителям о том, что употребление алкоголя и вождение автомобиля – несовместимые вещи. Каждого участника ожидал блиц-опрос на знание правил дорожного движения и приятные подарки – безалкогольные напитки и полезные буклеты с рекомендациями ГАИ. Цель данного мероприятия – все-таки привлечь внимание общественности к проблеме управления водителями транспортом со стороны алкогольного опьянения, а также по возможности сократить количество дорожно-транспортных происшествий, совершенными водителями в таком состоянии. Такой обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» и «Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырьская славя продолжает готовиться к старту чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Подопечные Михаила Мартиновича проведут заключительный учебно-тренировочный сбор с 3 по 17 марта в турецком Белеке. На этот период у команды запланированы пять спаррингов. В 6 и 9 марта мазыряне встретятся с украинским Рухом и Волыньем. 13 марта они проведут матч с норвежским футбольным клубом «Брюне». 16 марта мазыряне ожидают сразу две игры. Они встретятся с командой «Калуш» из Украины и футбольным клубом «Дордо» из Бишкека. В это время ожидается приезд футболистов на просмотр. Напомню, что славя стартует в чемпионате Беларуси 31 марта. Мазыряне сыграют в гостях с «Динамо-Минск». В эту субботу гонбаристки Гомеля встретятся с испанской «Ракасой». Гомельчанки уже прибыли в Гран-Канарию на матч Кубка Вызова. Первая встреча 1-4 финала пройдет 2 марта в 23.00 по белорусскому времени. Ответный поединок состоится 9 марта в Гомеле на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 18.00. Команды уже встречались в сезоне 2013-2014 годов. Тогда их противостояние завершилось в пользу испанок. В гостях гомельчанки проиграли 30-20, а на домашней арене сыграли в ничью 26-26. Напомню, что в 1-8 финала Кубка Вызова гомельчанки дважды переграли хорватскую «Коку» 30-18 и 32-23. А испанская команда была сильнее турецкой «Анкары» 33-23 и 24-22. Олимпийские дни молодежи по прыжкам на батуте завершились в Витебске. В личном первенстве среди юношей победил Даниил Волынцев. Кроме золотой медали на этом турнире он завоевал и лицензию на участие в чемпионате мира, который пройдет в Токио. В синхронных прыжках серебряными призерами стали Кирилл Тихонцов и Иван Мельников. На счету у гомельчан и бронза. Ее завоевала команда девушек, в составе которой Виктория Галузина, Алина Белик, Дарья Дроздова и Арина Грапова. Турнир по мини-футболу среди детей памяти Олега Сапожникова прошел в Мозыре. За главный трофей боролись 11 дружин из Светлогорска, Калинковичей, Бобруйска, Могилева, Жлобина, Лунинца, Мозыря и Рогачева. В матче за золото встречались хозяева соревнований команда «Полесье» и воспитанники Рогачевской и США номер один. Мозыряне с первых минут взяли игру под свой контроль и с попеременным успехом сохраняли лидерство до конца поединка. После финального свистка на табло горели цифры 4-3 в пользу Мозырян. Замкнула тройку лидеров Бобруйская Белшина-1. Гомель примет Кубок Полесья по киокушинкан-карате. В областном центре встретятся бойцы в возрасте от 8 до 45 лет из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Среди участников победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Состязания пройдут 2 марта во Дворце игровых видов спорта. Начало в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.